Всем огромнейший приветик! С вами Алиса и Симпсоны. Наконец-то мы с вами покупаем Распутина и собор Святого Василия. Погнали! Ух ты какой он большой! Класс! Строится. У меня на него очень большие ожидания. В моей стране этот персонаж тебя открывает. Распутин, дружелюбный русский. Дурацкое, конечно, у него имя. К чему здесь дружелюбный русский? Как-то покороче надо было бы назвать. Ну и как часто бывает в американских фильмах, для них русский это до сих пор еще Советский Союз. Вы видите этот флаг старый. Ну, недоработочка, как по мне. Ух ты! Наконец-то наборчик собран! Ура! Круто! Так, давайте посмотрим на собор. Ух, мне интересно, загорится ли он яркими красками, когда там будут проходить задания. Подождем. Ну где ты, новый дядька в труселях? Распутин. Ложится на кушетку. Я не понимаю. Я же дружелюбный русский, а не холодный злобный стереотип. Похоже, у вас внутри накопилась агрессия. Каковы у вас отношения с матерью? Она похожа на страшного медведя. Очень грустно такое слышать. Нет, страшный медведь. Одно из самых нежных и любящих созданий в России. Но вот опять очередной стереотип. Да, что все русские общаются с медведями. Блин, какой бред пошел. Заставить Распутина восстановиться после травмы и заставить Марвина Монро разочароваться в России-матушке. Так, есть. Второго отправляем. Ага, он, кстати, исчез в нем. И ничего. Я думала, как-то будут загораться купола. Какой-то свет от них пойдет. Ну, ребята, это не серьезно. Так, и ускоряем нашего Монро. Вы много времени проводили со своей матерью? Меньше, чем хотелось бы. Зимой она обычно впадала в спячку. У меня складывается впечатление, что у спячки сейчас находитесь вы сами. Вам нужно обрести радость в жизни. Выходите на солнышко и найдите то, что улучшит ваше настроение. Я постараюсь. Только не сводите все к моей матушке. Ух ты, подросток. Сэр, я не могу продать вам 20 килограмм мороженого. Это идет в разрез с политикой компании. Но я хочу съесть именно столько. Как насчет 8 килограмм мороженого и 12 килограмм обсыпки? Мороженому, да? Обсыпки нет. Заставить Распутина сердито есть мороженое. Ну какие проблемы? Взял там двух человек рядом за подмышки и сказал вот нам, каждому по 8 килограмм мороженого. И будет тебе 20-ка твоя. Наверное в какую-то кафешку сейчас пойдет наш Распутин. А, к мороженчику пошел. Не действует. Меня наполняет ярость в перемешку с мороженым и печеньем. Лишь один вид любви может по силе превзойти любовь к мороженому. Это любовь к маленьким зверюшкам. Чем могу помочь? Мне сказали, что с вами можно поговорить насчет животных. Не, я вышел из бизнеса по возу экзотических животных. Буйволы забодали. Прискорбно. А я был готов потратить кучу денег на питомцев. Вообще-то, возможно, кое-кто у меня и остался. Идемте со мной. Заставить Распутина играть с щенками. Анимашка? Капец. Ну где стоял, там и упал. Ой, класс. И смотрите, собачки, ну как Симпсонов собачка. Маленький помощник Санты. Такса вроде бы. Такие же самые, только маленькие разных цветов. Коричневые, вон беленькая. И такая какая-то бежевенькая. И черненькая. Там прям вверху. Ну, конечно, он здесь действительно напоминает большого ласкового медведя. Ах, кто не любит маленьких щенков? Я не знаю таких людей. Ай, класс. Распутин обрел свое счастье, судя по всему. Ой, это такая прелесть. Но я удивлена такому заданию, если честно. У щеночков режутся зубы. Я стал для них костью. Не самый приятный опыт. Прости, приятель. Деньги не возвращаем. Сдаюсь. Я обречен быть распутенным. Эксцентричным русским. Навечно. Ух ты, это телек. Никогда не сдавайся. О, да. Вы правы. Что я за русский такой, если сдамся? Я имел в виду... Никогда не отказывайтесь от отличного вкуса, дав. Да без разницы. Талисман случайного бренда. Мне нужен символ. Что-то вроде твоего пояса и плаща, чтобы показать мой энтузиазм. Как ты там говоришь? О, да. О, нет. Заставить Распутина размахивать флагами. Ага. И флаги, конечно же, Советского Союза. Какая прелесть. Конечно, под его трусишки подходят. По цвету. И на коленнике. Но в остальном... Это уже устаревшие цвета. Товарищи. Что, даже флаг улетает куда-то, да, Распутин? Оп. А не умеем мы махать флагами. Блин. Это получается второе и последнее его немерванное задание? Это странно. Размахивание флагом не помогло. Дафмен меня, похоже, обманул. Прошу прощения, сэр. Время не подскажете? Да, конечно. Половина пятого. Стоп. Вот оно. Невероятно. Все это время оно было прямо под моим сломанным носом. Заставить Распутина вернуть себе успех. А что же это было? На что его натолкнули? Блин, ну как обидно, что ничего не загорается. Вы нашли, что могло бы заново разжечь в вас искру? Да. И эта вещь все время лежала у меня в кармане. Мои часы матрешка. Я без них был сам не свой. Но теперь они снова со мной. Они тикают, значит тикаю и я. Пришла пора для матча в железной клетке. Но сначала я расправлюсь с этими килограммами мороженого. Ах, ну я рада за него, конечно, что он обрел счастье. Но бредовости было очень много. Столько, прям одни сплошные стереотипы. Медведей еще и в конце матрешку добавили. Я не знаю, дорогие россияне, как вы отреагировали на подобные диалоги. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ожидала я немножко другого. Во-первых, наверное, 80% меня разочаровало отсутствие вообще какой-либо анимации именно этого собора. Он же в жизни такой яркий и красочный. Здесь, ну, как будто цвета приглушили. Он не будет таким ярким цветным пятном в городе, к сожалению. Ну, а сам Распутин внешне прикольный. Вот он мне как раз понравился. Ну, и если выбирать из двух, то, конечно, мне больше понравилась анимация с щенками. Ну, наверное, потому что я тоже люблю животных. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok